Большинство мурманчан радуются ремонтом дворов в рамках программы формирования комфортной городской среды. Но есть и те, кто негодует от ремонтов. Например, жильцы двора по проспекту Ленина 61 протестуют против изменений. Инициативная группа жильцов двора по проспекту Ленина 61 не рада недавно начавшемуся ремонту на их территории. По словам мурманчан, старый двор и раньше их устраивал. Здесь были деревья, места для парковок и детская площадка. Сейчас же из-за ремонта часть зелёных насаждений вырубили и собираются закатать в асфальт, считают жители. И они не верят, что потерянные зелёные насаждения вернут компенсационной высадкой. Было согласие на вырубку семь деревьев, в том числе четырёх рябин и трёх сиреней, трёх кустов сирени. Компенсация такая же. Они должны высадить, обозначено четыре листовых дерева и три кустовых. Что это будет сирень высажена обратно, не указано об этом. Вот этим деревьям в полисаднике 50 лет их сажали наши предки. Конкретно дедушка мой. Мы живём в этом доме достаточно давно. Действительно, деревья во дворе росли много лет. Однако, как уверяют специалисты комитета по развитию городского хозяйства, за ними никто не ухаживал. Поэтому растения находились в ужасном состоянии. Они даже блокировали работу строителей, ремонтирующих дорогу во дворе. Именно управляющая компания обратилась к специалистам за помощью. После соответствующего осмотра и выдачи разрешения от комитета были произведены работы. В связи с тем, что за зелёными насаждениями не ухаживали, стволы сирени легли. Было очень много сухих стволов не только ещё и вдобавок сирени, но и рябины. Черёмуха также не ударялась ни прикорневая от поросль, не обрезались ветки, как оно должно было. И всё это явилось тем, что вроде бы на зелёной зоне много зелени, но оно всё лежало. Как только была произведена обрезка, сразу же видно, что даже солнечный свет не доходил до земли, ни травы, ничего. На первый взгляд, жёсткая рубка деревьев стала вынужденной мерой, чтобы спасти растения и помочь им расти дальше здоровыми. В комитете также заверили, что компенсационная высадка в вырубленной зелени будет произведена обязательно. При этом они отметили, что готовы пообщаться с жильцами. Комитет всегда открыт для диалога.